Всем привет, друзья мои дорогие! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Что я хочу вам сказать? Видите, да, стоят посылки. Меня мои подружки избаловали окончательно. Праздник продолжается, подарки продолжают поступать. И три мои золотые, замечательные подруги, Эльвира Костенко, Оксана Филоненко и Танюшечка, моя любимая Краснодарская волшебный клубок, прислали мне просто гору-гору подарков. Предлагаю вам вместе со мной разделить радость от этих подарков и посмотреть, что же в них находится. А знаете, я думала, с какого мне подарка начать? Ну, начну я с того, который у меня уже распакован, потому что была немножечко деформированная упаковка. Итак, это подарок от Эльвиры Костенко, и вы многие ее знаете по чатам. Это такой замечательный, открытый человек, который всем помогает, всем пишет добрые, теплые комментарии, очень активная в комментариях, в чатах, в прямых эфирах. Дорогие мои, ее подарок будет первым. Мы с ней, с Эльвирочкой общались. Кстати, она открыла недавно свой канал на Ютубе, я уже об этом рассказывала, но на всякий случай, если вдруг вы еще не успели познакомиться, я оставлю под этим видео ссылочку, оставлю на всех девочек. У Оксаны есть своя страничка в Инстаграм, у Эльвиры и у Танюши есть свои каналы девочки ведут, поэтому проходите, знакомьтесь. Мы с Эльвирой разговаривали относительно носочных спиц, в личных сообщениях. И пришли к тому, что каждый из нас вяжет на трех спицах. Но в процессе разговора выяснилось, что я вяжу на обычных чулочных, на трех спицах носки. Она вяжет, она говорит, а я вяжу на те, которые с лесочкой. Я ей, значит, делаю фотографию адиков. Говорю, такие? Она говорит, нет, другие. В общем, короче говоря, она мне прислала спицы, носочные. Они, вы знаете, они очень удобные. Компания Рукоделие. Я такую компанию до Эльвиры даже не слышала никогда. Она мне прислала двух номеров, номер 4 и номер 2. На тросике в комплекте три спицы. Вы знаете, они очень удобные, они анатомически удобные. То есть, вроде как и коротенькие, но в то же время в мою руку помещаются смело. Вот смотрите, вот я буду вязать, и мне никуда. Вот обычно мне короткие спицы давят на этот участок, и леска перегибается. А здесь просто потрясающий трос, мягкий, плавный переход с одной спицы на другую. Их три штуки, и вязать будет действительно очень удобно. Я, вы знаете, очень люблю вязать именно чулочными спицами. Не в технике Magic Loop. Ну, почему-то я не люблю, понимаете. А вот именно такими. А я сейчас думаю, почему носочные, собственно говоря. Это же могут быть и рукава любые. Это же удобно. Да, я обязательно попробую. У меня как раз в процессе есть вязальный мой процесс. Масло масляное Юля наговорила. Который вяжется на четверке. Попробую я эти спицы именно на рукавах. На рукавах, на воротниках, на высоких. Мне кажется, это будет очень удобно. Дорогие мои, вот. Вот две пары такой вот комплект я получила. Если мне понравится, я посмотрю, конечно, есть ли еще номера и закажу себе дополнительно. В общем, номер два и номер четыре. Эльвирочка, тебе огромное спасибо. У меня таких спиц нет, и я обязательно буду ими работать. Но недавно я рассказывала, все ли инструменты нам нужны для вязания. От чего можно отказаться, что нужно бы приобрести нужные полезности. И вот из одной полезности я вам сказала, что я хочу пряжный калькулятор. Он копейки стоит. То есть пряжный, боже мой, калькулятор для расчета плотности. Вот об этом калькуляторе я говорила. Вы знаете, я не знаю, честно, как им пользоваться. Здесь написано. Свяжите образец, определите число петель по счетчику, установите стрелку на полученный результат, прочтите прорези число петель и аналогично определяйте число рядов в образце. То есть счетчик плотности и рядов. Но я не представляю, к какой стрелке и куда я должна приложить. В общем, надо разбираться. Может быть, есть на ютубе где-то, посмотрю. В общем, вот такая вот штука. Вот эта вот стрелочка, она двигается. Но куда я должна что приложить? И должна ли я куда-то вставить образец? Или я не знаю. Или это ряды? Или это что? Здесь все по-нерусски. Вот проблема в том, что вот здесь вот все по-нерусски написано. И то же самое с другой стороны. Вот видите? И тоже стрелочка. В общем, я не знаю. Но помимо всего прочего, здесь вот у меня пропала линейка для измерения размера спицы. Вот теперь она у меня появилась. И я уже ею пользуюсь несколько дней. Спасибо большое, Эльвирочка. Дорогие мои, если вы вдруг знаете, как этим пользоваться, или, может быть, знаете, где ссылки на вот такие вот видео, да, полезности, научите меня. Но я не умею. Я не умею. Надо разбираться. Если знаете, подскажите, пожалуйста, что и к чему нужно. Где здесь высчитывается плотность петель, а где ряды? Вот я понять не могу. Все по-нерусски написано. Ну, почему по-русски нельзя было сделать, да? Вот. В общем, такая вот полезность. Ну и, конечно же, я говорила о блокаторах. Что блокаторы, нужны ли они вообще? Блокаторы для спиц, есть для носков, есть для варежек. Что я сегодня заговариваю? Вы знаете, я, наверное, переутомилась отвечать на гору вопросов. И теперь мой язык меня не слушает. Думаю одно, говорю другое. Рассказывала о блокаторах. Нужны ли они, как фактически вообще, чтобы пользоваться ими постоянно. И сказала, что блокаторы замечательная вещь для блогеров, кто идет в свои страницы, кто вяжет на заказ. Но у меня их, говорю, нет, я не испытываю у них потребности. Ну, Эльвира сказала, раз ты блогер, они у тебя должны быть. И я получила от нее блокаторы. Носков три размера. Видимо, мужские, женские и детские. С-ка, М-ка и Л-ка. Они такие новогодние. Они такие классные. Я на них смотрю и радуюсь. Еще, конечно же, я их не распаковывала. Ну, здесь, видите, немножечко упаковочка надорвалась. Деревянные. Класс! Ну, это же класс! Эльвирочка, от всей души благодарю тебя. Ты подняла мне настроение. Ты мне дала очередную почву для раздумий и учебы, как пользоваться всевозможными полезностями. Огромное-огромное тебе спасибо. Дай Бог тебе, чтобы наступающий год был таким, каким ты его запланируешь. Ты и Дима, всех благ вам, вашей семье в наступающем году. Достатка, любви, счастья и, конечно же, здоровья. А мы с вами продолжаем смотреть подарки еще двух моих снегурочек. Но вы знаете, я же всегда, чтобы не шелестеть лишний раз в камеру, не отнимать ваше время, открываю посылки перед видео. Вы знаете, я открыла посылку, это Оксана Филоненко мне прислала. Тут просто, ну, нереальный аромат. Я еще, когда я получила запакованную, думаю, не пойму, что пахнет. Мне пахнет специями, мне пахнет грибами. Вскрываю сейчас, вот перед тем, как включила камеру упаковку. Я ничего не доставала, я понятия не имею, что здесь. Ну, вы не представляете, как мне вкусно пахнет лесом, специями и всем прочим. Давайте смотреть. Так, ага, Оксаночка мне написала огромное письмо. Дорогая ты моя, Оксаночка. Гляньте. Оксана, спасибо вам большое. А это что-то лежит здесь, я не знаю. 24 часа чего-то, я не знаю, что это такое. Что это такое? Я боюсь. Оно открывается. А-а-а, это губная помада! Да, а пахнет клубничкой. Спасибо большое, Оксана! Я таких упаковок даже не видела. Романтик Мэй. 24 часа. Я так понимаю, что, наверное, она устойчивая. Вот такая интересная. Спасибо большое. А письмо я прочту обязательно за кадром, и я все это храню. Для меня очень важны ваши письма, ваши открытки. Это, знаете, это так приятно, это так трогательно. Я прямо вам передать не могу. Ну что, дальше? Оксана все надежно упаковала. Так, вижу. Да ладно! Я же вязала пляжную сумку, без которой я осталась. Да, Оксаночка? И мне Оксана решила подарить пряжу на еще одну Оксаночка. Спасибо огромное, дорогие мои, что я хочу вам сказать по этой пряже. Видели, да, мою пляжную сумку? Эта же пряжа великолепно подойдет для Восик, для любых других сумок. Но так как мою сумку забрала мама моя и успешно ею пользуется, я хочу достать, я извините, пошуршу, чтобы показать вам, что за пряжа и сказать номера цветов. Значит, это пряжа Макраме от Ярнарт. Мне эта пряжа очень понравилась. Единственное, что я хочу сказать, темные цвета, они линяют. Ну, знаете как, окрашивается очень сильно вода. Я боялась за свою сумку. Но пряжа более светлого оттенка, я компоновала, она не полиняла. Классная, классная пряжа для сумок и Овосик. И, вы знаете, можно и не только. Можно и корзиночки для дома, допустим, для интерьера какие-то вязать. Но так как я в проф... в общем-то, у меня нет таких изделий в интерьере, ну, я не люблю просто этого, то сумку к лету я свяжу себе обязательно. А может быть не к лету, почему именно к лету? Может быть к весне или к осени. Так, цвета, цвета, цвета. Здесь, значит, в 90 граммах, 130 метров, это стопроцентный полиэстер. Вязать, знаете, так сложновато, но я вязала с укреплением дна. У меня ригелин был использован для укрепления. Это было очень тяжело вязать. После того, как я вывела ригелин из работы, было очень-очень комфортно вязать. Руки устают, но не так сильно, как если бы вязать с ригелином. Так, цвета, светлый оттенок номер 149, а более темный, серый оттенок номер 159. Оксаночка, огромное-огромное спасибо! Я обязательно свяжу себе сумку, обязательно! Так, дальше. Тут даже для сумки есть ручки! Оксана, ну вообще класс! Ну вообще, это же классно! Точно, точно, точно! Сумочка у меня будет обязательно, обязательно! Класс! Супер! А тут что-то, то самое, видимо, пахучее. Пакетик, как в том фильме, да, еще пакетик, еще пакетик! Пакетик! Ой! Написано, яблочки. Это сухофрукты, я так понимаю, которые сушит Оксана сама. Ой! Перцы, помидоры, лук, коренья. Потрясающе! Это же собственного огорода, 100%, да, Оксана? Какая умница! Какая хозяюшка! И меня с голоду не оставляете умереть! Спасибо большое! А нам для второго канала вообще просто необходимо! Да, я и люблю, мы очень любим специи, очень зелень любим! Прям много всегда этого кушаем! И во все блюда, в первые, во вторые, я везде добавляю специи, и очень много! Спасибо большое! Смесь овощей и трав, ай, обалдеть, обалдеть! И трав, а, ну, в смысле, наверное, петрушка, да, укроп, я это правильно понимаю? А здесь, наверное, какой-нибудь корень, может быть, сельдерея, да? Интересно просто! А может быть, а может быть, морковь, это же тоже как клубень считается! Ну, ой, потрясающе! Таких в такого магазине не продают! Не продают! Спасибо большое, Оксаночка! И еще один пакетик! Ну вот же они, ну вот же они! Шампиньоны! Я же говорю, грибами пахнет! Я же знаю запах грибов-то, я люблю особенно сушеных! Это, Оксаночка, шампиньоны сушила и в Инстаграме показывала, я видела! Оксана, низкий поклон! От меня, от Саши огромное-преогромное спасибо! А нож еще своими руками заготовленное! Вы же понимаете, да, что это же не просто приправы! Это же еще и энергетика, это же еще и с любовью, и от души! Оксаночка, дорогая моя, крепкого здоровья вам, супругу вашему, внучку, дочечке! Дай Бог вам счастья, семейного благополучия, достатка! Пусть вас радует ваш внучек! Пусть год будет намного лучше, интереснее, позитивнее, чем этот! Пусть все невзгоды обходят вашу семью стороной! Огромное вам спасибо! Спасибо за дружбу! Спасибо за внимание! Спасибо за подарок! Спасибо за все! Дорогие мои, ну и еще одна огроменная посыльща, которую мне прислала Танюшечка! Танюша, волшебный клубок канал, обязательно оставлю ссылочку! Ага, первое, что я вижу, это открыточка! Спасибо, моя дорогая, спасибо, очень приятно! Она, конечно же, подписанная, это очень-очень приятно, спасибо! Что-то, 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 что-то... Ага! Трико! Трико для Стаса! Ну, у меня Стас помощник, блогерский помощник, да, и, видимо, Татьяна решила немножечко отблагодарить, не обойти вниманием моего сыночка! Спасибо, Танюш, большое! Но я тебе честно скажу, они ему будут малы, но ты не переживай! У меня есть подрастающее поколение, которое точно заценит этот трико и будет носить, и ему будет впору! Я, вы знаете, когда у меня Слава рос, ой, точнее, Стас рос, я все вещи его оставляла, а Стас у меня был такой пухленький, он не толстый, я не могла сказать, ну, сбитый такой! До первого класса был худющий, как палка! А потом, прям, на маминых-то харчах, не на детсадовских-то отъелся, я всю школьную одежду, там, джинсы, из которых вырастал, все доброе, он очень аккуратно относится к вещам, и он, я все оставляла, думаю, ну, для поколения, следующего! Тут же я, у меня появился Слава! Вы не поверите, ни одна вещь, ни как раз на Славу, она все, знаете, как этот, как Никулин, елки-палки, с этими широкими штанами! Поэтому я просто вижу, что они узкие, Стас у меня мальчишка крупный, он не полный, но он крупный, и очень ширококосный, а Славка, дрищ худой, ему они подойдут через пару лет, думаю, ну, может быть, года через три точно! Танюш, прикол бесподобная, ну, я вообще люблю Остин, мы все семьей любим Остин, тепленькая, с начеса! Эх, Стасик, сыночек мой, будет расстроен, ну, ничего, ну, ничего, придется потерпеть! Так, дальше, ой, какая красота, какая красота, полотенчики! Я видела у Маргаритки такие полотенчики, Танюша тоже дарила кухонные, два вафельных и одно такое плотное полотенце, кухонное, прям плотное-плотное, новогоднее, такая упаковочка красивая! Это всегда нужно, это всегда пригодится! Здорово, спасибо, Танюш! Дальше какая-то красота! Ага, ага, свеча, декоративная свеча с елочками, с шишечками, смотрите, ой, красиво как! Ну, вы знаете, да, я уже рассказала вам, что свечи я боюсь, я их, конечно, зажигаю! Зажигаю по мере необходимости, просто так в качестве декорации я не зажигаю! Но даже просто поставить на стол, или вот сейчас время Нового года, как красивую поделку сувенир, да, это действительно поднимает настроение! Спасибо большое, Танюш, спасибо! Ой, а тут еще специи! Я тоже видела у Маргаритки смесь зелени и овощей! Ой, как классно! Девчонки, спасибо, спасибо, спасибо! Я это все очень-очень люблю! Танюш, спасибо большое! И от Саши спасибо сразу, потому что Саша это главный шеф-повар на канале, не в ресторане! Ай, ну куда же без сладкого! А у меня Славя уходить в школу через 20 минут, а он сидит и говорит, мама, иди снимай! Иди снимай посылку! Он же знает точно, что там будет что-то сладенькое! Вот, пожалуйста, Рафаэлки! Ну, я очень люблю Рафаэла! Я не люблю вообще конфеты! Ну, как, не то, что не люблю, я равнодушна к сладкому! Но Рафаэлку я скушать могу! Спасибо большое! Буду с ним делиться! Ну и со Стасиком, конечно же! А Саша пусть занимается спортом! Ага! Следующая сладость! Конфетки мамбу! Ну, это понятное дело! Сейчас он быстренько их с собой в школу возьмет, я чувствую! Так, дальше! Лопатка! Новогодняя лопатка силиконовая, мягкая, классная! На деревянной ручке! Супер-супер-супер! Танюш, спасибо! Как здорово! Как здорово! Ой! У меня уже стол валится! Шелковая нежность, набор, бархатные ручки, крем-уход для рук и твердое крем-мыло! Класс! Танюшка в прошлом году присылала бархатные ручки! В этом году и Ритуля прислала! Кстати, очень нравятся! Мне очень нравятся эти кремы! Они очень хорошие! Качество замечательное! Танюш, спасибо большое! Будем ухаживать за своими ручками! Красота! Страшная сила! Вот это дело я люблю! Маска! Маска золотая! С золотой фольгой! Роскошная процедура ауротерапии для кожи лица! Коррекция морщин, замедление старения, повышение тонуса, увлажнение сияния, ботокс-эффект! Супер! А эту масочку... И я прямо знаю, даже когда буду использовать! 1 января! Очень люблю! После баньки! После скрабика! Масочку! Спасибо, Танюш! Я прямо уже предвкушаю этот момент! Спасибо большое! Так! Ну, конечно же! Ну, конечно же, пряжа! Я думаю, что там пахнет! А там конфетки роз сцепью! Так! Пряжа! Ангора! Швей Торг! Дорогие мои, не знакома с этой пряжей! Танюш, спасибо! Это особенно приятно, когда пряжа что-то новенькое! Когда ты не пробовал, не знаком с этой пряжей! Я знаю, ты связала снуд для сына из этой пряжи и вяжешь шапку! Все тайны открыла, да? Ну, если тайны, Танюшка, извини! Я хочу... Дорогие мои, давайте я хочу открыть упаковочку, чтобы пощупать пряжу! Можно я это сделаю при вас! Так! Какая она интересная! Она не такая, как ангура! А что здесь в составе? Как будто на основе хлопка или что-то такое! Нет! На основе полиамида! 75% полиамида, 25% ангура! Именно ангура, а не махи! Мягкая! Мягкая! Мягкая и очень... Знаете, такое впечатление, правда, что держишь такой мягусенький-мягусенький хлопок! Вот такое какое-то тактильное ощущение! Интересно! Так! Ангура деликат! Еще раз покажу вам! Здесь цвет... Вот неправильные цвета у швейторга! Б! Латинская, В русская! 10-11! Просто знаю, что фокус идет сейчас на меня, а не на пряжу, и вы не увидите! А цвет очень красивый! Проверяем цветотип, да? Глаза сияют? Значит, цвет мой! Так! Интересно! А что здесь рекомендует производитель? Какие спицы? Здесь в 50 граммах 115 метров! О, какой хороший метраж! Хороший метраж! А рекомендации я не вижу! А вот нашла! Спицы от номера 2 до номера 3,5! Да ладно! А как номер 2, если такой метраж огромный? Маленький! 230 метров на 100 грамм! Это достаточно толстая пряжа! Для спиц номер 2! Это явно толстая пряжа! Ну, на 3,5! Да! На 3,5! Да! Однозначно! Но не двойка! И крючок! Крючок! 1,3 и 3,5! Странная какая-то идет нумерация! 1-3! А под крючком номер 3,5! Как такое может быть? Только ручная стирка! Ну, понятно! Гладить можно на единичке! В общем, дорогие мои пряжа достаточно интересная! Танюш, спасибо большое! Обязательно что-нибудь себе свяжу! Буду пробовать! Пряжа приятная! Тактильно приятная! Ну, на какой-нибудь джемпирог! Я думаю, вполне хватит! Да? Да! Спасибо большое! Спасибо, дорогая моя! Ну, и тут, мои хорошие! Наши русские конфетки! Насыплю! Ой, как много! Ну, Славка сейчас будет рад! Танюша! Ну, как он будет рад! Такие вот горы конфеток! Горы, горы, горы! Ой! Сейчас я еще и раскидаю! Тут и ласточки! И красный октябрь! Нева! Халва! Аленка! Вкусно все! Танюшечка, дорогая моя! Спасибо! Танюшка! Ну, конечно же, я желаю всей твоей большой, крепкой, дружной, можно сказать, мужской семье крепкого здоровья, удачи, благополучия, развития и процветания твоему каналу! Ты очень любишь свою работу! Пусть работа тебе доставляет, продолжает доставлять огромное удовольствие! Побольше тебе позитивного окружения, побольше тебе лично времени для твоего хобби, потому что ты работаешь у нас как пчелка! Домой возвращаешься уже, уже спать некоторые ложатся, ты только домой с работы возвращаешься! И куча детей, и своих, и чужих, и всем нужно внимание уделить! В общем, ты работаешь, как я не знаю, как я не знаю, как очень много, очень много, а для себя любимое времени у тебя остается очень мало! И я тебе желаю, чтобы побольше было таких моментов, когда ты можешь время уделить себе, своей семье, своему творчеству, погулять! Потому что действительно ты очень ограничена во времени! Еще я хочу пожелать, конечно же, вам всем достатка! У тебя сыночек с армии вернулся! Я желаю ему устроиться, да? Потому что это важный этап в жизни каждого мужчины! Чтобы все было так, как хотите вы! Исполнение желаний, мечт, счастья, радости, любви! Конечно же, любви! Любовь – это двигатель всего! С наступающим Новым Годом вас! Всех, всех! Девчонки и мальчишки! Я желаю вам в преддверии Нового Года, чтобы все у вас было благополучно! Чтобы все у вас, все цели у вас в следующем году достигались! Чтобы все невзгоды остались в этом уходящем году! А все радости перешли с вами в Новый Год! Всем-всем крепкого здоровья! Спасибо вам, что вы разделили со мной радость! Ну а сегодня я с вами попрощаюсь! Пока-пока! До скорых встреч!